Добрый вечер, с вами Александра Иванова. Сегодня начало новой недели 30 января. В нашем ежедневнике яркие моменты из прямых эфиров, резонансные интересные материалы псковских СМИ и прогноз погоды в Пскове на завтра. Добрый вечер, с вами Александра Иванова. Используют сети и обслуживаются за счет городских организаций. Вот горводоканалы, теплосетей, что как-то тоже возникает небольшой вопрос. По факту-то и философтура эксплуатируется к городу. Да, это все так. Да, а придержат эти организации кому? Подведутся к городу? Опять же, это бюджет города. То есть немножко будет лучше, что все-таки это перейдет, ну в частности административное, это лучше, что перейдет в части к городу. Для одних слово «дача» ассоциируется с отдыхом, шашлыками, ровным подстриженным газоном и яблоневым садом. У других – грядки, парник, кабачки и плантации картошки. Председатель Союза садоводов Псковской области Виктория Мейта в эфире программы «Деловой понедельник» рассказала о роли садоводов в обеспечении продовольственной безопасности региона. Сколько псковичей вовлечено в этот процесс и, как сказалось, пандемия коронавируса на росте интереса к дачам. Да и вообще говорят, что на землю люди приходят осознанно уже годам к 40 примерно. Они уже начинают выращивать. Молодые – они как бы дача, шашлыки, веселье. Не знаю, мне было бы сажать картошку, собирать ее, сажать морковку. Псковская область Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников рассуждает, зачем в нашей стране хотят ввести самозапрет на получение кредитов. Какие схемы придумали мошенники, чтобы обманывать государство и ушлых подростков. А также выяснил, что делать, если у вас в глазах индивидуальные инвестиционные счета двоятся. На псковской ленте новостей вышла текстовая версия программы «Врубель». Работа в офисе с 9 до 6, ворох бумаг, постоянные отчеты и претензии начальства. Однажды понять, что дожить устало от всего этого может абсолютно любой человек. Даже самый терпеливый и трудолюбивый. Какой выход, например, начать работать на себя? О самозанятых, какие плюсы, а какие подводные камни у такой трудовой деятельности? Он как в Пскове узнал обо всем из первых уст. После строительства загородного дома семья, переехавшая всего за 5 километров от Пскова, ощутила на себе все прелести деревенского быта. Вокруг их дома не оказалось ни одного фонаря. Согласно на единственную лампочку для пяти окрестных домов, они узнали, что ждать ее придется до 2025 года. В особенностях создания сельской инфраструктуры разбиралась псковская лента новостей. В завершении выпуска о погоде. В последний день января синоптики обещают небольшой снег и оттепель плюс один, плюс два градуса. Ночью температура опустится до минус двух градусов. Ветер будет меняться с западного на южный от трех до пяти метров в секунду. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛНТВ. ПЛНТВ